Да почему Пифагор единицу считает божественной? Почему Пифагор говорит, что единица божественна? Потому что все в мире изменяется, а единица является числом. Ну, правильно. Почему она выделяется из чисел, эта единица? Потому что все начинается. Ну, это правильно, но это слишком общий ответ. Я бы не задавал такого вопроса, если бы ответ был такой. То, что мы говорили наше предметы, что такое один предмет в своем роде. То, что мы понимаем, что что-то одно. А потом мы же дальше говорим, что вдвое больше, втрое больше. Все остальные числа – это просто несколько единиц. Единица позволяет делить мир на предметы. Потому что предмет – это нечто одно. Если нет понятия одного, то нет понятия предмета, вещи. Именно поэтому единица и божественна. Если я вижу предмет, например, стол, я вижу, что он желтый, чувствую, что он твердый. А я вижу, что он один. Вы понимаете, что он один? Я понимаю, что он один, но не вижу. Нельзя увидеть. Можно увидеть, что он желтый. Можно почувствовать, что он твердый. Да? А увидеть, что он один – нельзя. Это можно только понять. Итак, какие основные группы форм мы выделили с вами, которые превращают хаос в мир? Пространство, время и число. Да? Хорошо. И мы перешли к категориям. Мы рассмотрим основные категории, и нам важнее всего понять, что категории прежде чувственного опыта. Надо всегда понимать нам, пытаться понять, убедиться в том, что категории прежде чувства, мысль прежде чувства. В этом суть идеализма. Причина и следствие. Очевидно, важная категория, да? Понять – значит понять причину. Вот смотрите, есть более слабое утверждение. А – раньше, Б – позже. И есть более сильное утверждение. А – причина, Б. Почему оно более сильное? Потому что причина всегда раньше, а следствие – позже. Во времени всегда так, да? Но поэтому раньше и позже остается. То, что А – прежде, а Б – позже, это остается. Но делается усиление. А – причина, Б. А вот скажите теперь, глазами мы можем увидеть, что мы можем увидеть? Только слабое утверждение? Или еще и сильное утверждение? Глазами мы можем увидеть только, что это является А, а это просто Б. Мы не можем увидеть, что является причиной, а что следствие. Мы можем увидеть только А, ибо что они разные. Движения во времени. Они разные. Ну, потом еще следующий шаг, да? А – раньше, Б – позже. Это мы понимаем и через это видим. Но утверждение, что А – причина, это в философии называется проблема Юма. Был такой английский философ Давид Юм. Он говорил, что все, что мы можем увидеть, это последование во времени. Причину мы не можем усмотреть чувствам. Я беру палку, бью по стеклу, стекло разбивается. Что я, собственно, увидел? Событие А – удар и событие Б – разбитое стекло. То, что палка является причиной стекла, это, строго говоря, неусмотримо. Поэтому мы не можем из опыта взять то, что А – причина Б, что палка – причина разбитого стекла. Мы можем это понять и внести в мир. Вот это различие временного последования и причинения мы должны прежде понять. А тогда уже различие между простым временным последованием, между слабым возверждением и сильным возверждением, А – причина Б, это мы вносим, это наш разум вносит в мир. Это наш способ описания мира. Причина – это способ описания мира. Я говорил вам, какой еще возможен способ описания, кроме причинения? Кроме причинения. Кроме причины. У вас не было больше вопроса? По-моему, да? По всем остальным вопросам – какой еще способ описания возможен, кроме причины? Ну, вспоминайте. Остальные-то были. Мы же долго возились с этим, да? Причины, что еще может объяснять происходящее? У человека, все вы объясняете? Причинами? У человека – целями. Целями, конечно. Когда все… Например, мы говорили о мире древних, что у них не существовало причинное и следствие, вот был пример, да, почему ветер дует и деревья, как вы говорите, начинают качаться, да, ветки. Они это не связывали. То есть у них природа была очеловечена. У них у ветра была цель, у деревьев была определенная цель. То есть они очеловечивали природа вокруг себя, какие-то явления природные, не связывая их с другом. Это доказывает, что… Это тоже доказывает, что причина – это наш способ понимания, возможно, другой. Понимаете, возможно, другой. Древние были не хуже нас. Они были просто другими. Для них все объяснялось через цель. Не «почему», а «как». Через какой вопрос? Цель – это «как». Это «почему»? Нет. Слава Богу, нет. А как? Какой вопрос? Зачем? Зачем, конечно. Зачем? Не «почему» качаются деревья, а «зачем» они качаются. Почему я живу на свете? Мамка родила. Это ответ на вопрос о моей жизни? Почему? В общем, да. Ну, куда интереснее, поскольку я человек, куда более интересен вопрос – зачем? Я родитель на свете. Зачем я живу? Не «почему» я живу, а «зачем» я живу. Потому что я человек. А для древних культур, для всех древних культур, они все обожествляли мир. Для них существовал только вопрос «зачем?». Почему им было просто непонятно? Они жили в мире. Зачем? А мы с вами, в самом деле, мы живем в мире, в мире, в мире, в мире. Но мир-то остался прежним. Но два разных мира целей. И так, есть два доказательства того, что причина привносится нами в мир. Не существует в мире, а привносится нами в мир. Первое. Причина, которую заметил Юн, что мы глаза, не вообще чувствуем, можем уловить только временную последовательность, но не причину. Причину привносит наш разум. Если мы ограничиваем себя чувствуем, то мы увидим в мирную последовательность, а раньше бы позже, но не причину. И значит, причина привносится разуму. И второе. Кроме причинения, существует еще способ описания через зачем, через цель. То и другое доказывает искомую нам истину. Мир сам по себе категории не заключает. Сначала я понимаю, а затем уже приписываю мир. Следующая категория, которую мы рассматривали, вещь, свойства. Еще раз, там есть ли другой цифр, но давайте займемся опять моей одежкой. есть вещь, свитер, и его свойства. Он коричневый. Он коричневый? Не совсем. Ну ладно, будем думать, что коричневый. Есть вещь, свитер, и его свойства. Коричневый. В цвет. Скажите, глазами можно отличить вещь от свойства? Ну да. Глазами. А почему нет? Глазами можно коричневый цвет. Глазами, чтобы так много не скажешь. Ну свитер же, это то, что он из себя представляет. Он же из себя не потеряет коричневый цвет. Молодцы. Доверьте зрению. Посмотрите, можно увидеть, что отличается ли зрение вещь от его цвета. Вот маленький ребенок смотрит, его забираешь, перекрасываешь, говорит, это другое цвет. Он уже не коричневый. Ребенок прав? Ну да. У вас всего здраво? Тот же цвет. А? Тот же цвет, он не отличает просто этого. С зрением ребенок может отличить? Ребенок не за вопрос цвет он может отличить. А чем отличает? Ну, цвет он может отличить, но единственное, что он в каком-то случае не понимает, что это, например, тот же цвет. Что он абсолютно даже очень даже похожий. ему обитация чем ребенок отличается от нас, от взрослых? Почему мы понимаем, что это один и тот же цвет, только перекрашивание? А ребенок говорит. опыта нет. А? Опыта нет у ребенка. Мы просто уже не знаем. Опыта по перекрашиванию? Нет, дети очень надо спрашивать почему все такое, а взрослые все знают. Я знаю, у него нету причинно-следственной связи, он не понимает, что такое, что является причиной, что следствие. что там вещь, что ее свойства. Потому что ребенок как раз с прямозрением. Поэтому он думает, что другой цвет значит другая вещь. Значит зрение он не отличает вещи от свойства. Правильно? Да. Получается так. Откуда мы берем тогда это различие? А скажите, можно жить в мире, где изменение свойства совпадает с мнением вещей? Возможно такой мир? Наверное, да. Наверное, да. Почему нет? Почему уже нет? Просто получится очень много вещей, что? У ребенка ведь такой мир, согласитесь, да? У ребенка такой мир. А чаще такой мир древнего человека, который переходя с одного возраста с другой менял себе имя. Если он перестал быть ребенком, он стал взрослым, он меняет имя, он ритуально умирает и ритуально рождается. Он другой. Он сам абсолютно убежден, что он другой. Для него это не игра. А чтобы он стал взрослым, можно вести своей семьи ходить на охоту и участвовать в войне, и его жизнь изменилась. Если он стал другой. Перекрасился, изменил свойства. Роботный человек не понимает, что он остался тем же, что изменились функции, теперь он воин, отец, охотник, раньше был ребенком, но он остался тем же, скажем мы, а древний человек скажет, он умер и снова родился. Потому что другой. Когда он состаривается, он уже не может иметь семью, не может ходить на охоту, участвовать в войне, он снова ритуально умирает. Причем ритуально не игрушечно, в ритуальном смысле игры, а действительно умирает, в собственном сознании он умирает и рождается новым. Он не понимает, что он один и тот же человек, только юный, зрелый и старый. Первый год у сознания это не дано, ну и что? Они так понимают мир. У них нет такого четкого деления как у нас с вами на вещь и свойства. Вы знаете, что первый год человек как думал? Ой, знаете, что знаю еще? Ну, это средово уже. Еще 19-е было куча племен, они повыделись уже, так будет. Ну, всякими побрякушками своего обыта. А в 19-м веке, теории, в 18-м веке это были совершенно реальные люди в Зеландии, в Северной Америке, у нас на Севере. Совершенно живые культуры первобытные, которые живым языком могут прийти и убедиться. Эти армианы смерти рождения изучены. Поэтому не думайте, что это такая древность какая-то мифологическая. Нет, это бы вот два века назад это просто существовало во всей первобытной краске. Итак, ребенок и первобытная культура не различают вещи и свойства, как мы с вами. Почему? Потому что этого нет в мире. Если бы это было в мире, если бы это можно было увидеть глазами, то и ребенок бы увидел, и первобытный человек увидел бы. Откуда у нас возникает такая твердая уверенность, что вещь это одно, а свойство другое? Что мы, составляя взрослее, изменяясь внешне очень сильно, мы остаемся тем же. Помните, например, кого-то Антона, который ехал в Америку и весь переменился? Он совсем переменился, так переменился, что не узнаваем, но мы все равно говорим, Антон, милый, что ж ты так изменился за сильно? В нашем сознании он все тот же человек с совершенно изменившимися свойствами. Мы можем вообще ни одного свойства общего не найти у него, но кроме к поводу общей внешней узнаваемости. И тем не менее, мы понимаем, что это один и тот же Антон. Я смотрел свои детские фотографии и, к сожалению, замечаю, что я уже не похож даже чуть-чуть внешне не похож на себя пятилетнего. Тем не менее, я убежден, что это один и тот же я. Спроси меня, что общего, я затруднюсь ответить, но я убежден, что это один и тот же я. В нашем языке наш язык устроен таким образом, что он разделяет вещи и свойства береза белая. Стол твердый, девушка красивая, ветер сильный. Наш язык устроен так, что он различает вещь и свойства. И мы из языка черпаем сознание и представление о том, что свойства могут быть переменчивыми, а вещь остается. Категория вещь и свойства это то, что мы вносим в мир, то, как мы описываем мир, не так, как первобытный человек, не так, как ребенок. Но это способ нашего понимания мира. Не сам мир таков. Еще раз повторю, если мир был бы таков, то и ребенок, и первобыт так же воспринимали бы все. Глаза-то те же, чувства-то те же, но они воспринимают так, а мы воспринимаем иначе. это разные способы понимания. Мы думаем, что есть один единственный способ понимания, и поэтому нам кажется, что таков мир. Но если существуют разные способы понимания, именно в этом вопросе, в вопросе вещь и свойства, значит, вещь и свойства это то, как наш разум устрояет хаос. В народной категории мы уже далеко ушли от хаоса, нашу жизнь-пространство, время, число. Наконец, возникают логические категории, которые еще дальше, еще больше, еще конкретнее устраивают мир, который мы воспринимаем. Мне кажется, что я вижу, что вот вы были бы на прошлом занятии в другой одежде, но это ведь та же вы, тот же человек, но первобытный человек скажет, что вы делгали. Это не вы, вы делгали, у вас другое имя. Кто из нас прав? Скажите, мне на милость, кто из нас прав? Я всегда прав на делу, В этом тем более. Я же понимаю. Тем более, какой-то первобытный человек выскочил с дубиной. Ого! Который делаю я? Несмотря с какого мы будем рассматривать, то есть, если мы будем рассматривать с точки зрения пробытного человека, то он будет рад. Если с точки зрения уже нашего разума, то есть, как нашего мира, то, соответственно, мы будем правы. Разум различен, это важно условить. Разум различен. и он по-разному устраивает свой мир. Перед нами хаос, и зависит от того, каков разум, таков и получившийся мир. Понятно это? Это убедительно? Я попытаюсь не просто тезис вам навязать, а убедить аргументы. Чтобы действительно согласились, что до разного разума различный мир. след на разуме теревея мир. Какие еще категории есть в нашем сознании? Категория целого и часть. Причина-следствие, вещь-свойство, целая часть. Я могу видеть человека как целое. Я могу видеть человека как целое. Тогда рука будет чем? Частью. Частью. А теперь смотрите, я могу видеть руку как целое. Видеть, заметьте, видеть. Я только что видел руку как часть человека. А теперь человек и часть руки. Ну, это было слишком красиво. Было слишком здорово. Я вижу руку как часть целого. человека. А теперь смотрите, я вижу руку как целое. Уже не как часть, а как целое. И тогда кисть и локоть и пальцы будут частями. Кисть, локоть, пальцы также остаются частью всего человека? Через целые руки. Либо прямо. Прямо часть человека. Кисть также и часть руки, также и часть человека. в целом. То есть, это как подпунг. Часть в части, да? Да. Часть в части. Можно даже не брать вообще в пример руку, а просто сказать, что кисть это часть человека. можно. можно. Но все равно остается верный механизм. Кисть часть человека. А теперь смотрите, кисть уже не часть, а целая. Да. А частями являются пальцы, ладошки и что-нибудь еще, ногти. То есть, каждый предмет, в зависимости от того, как мы его строим, каждый предмет может быть и целый, и часть. Это знаменитая буддийское упражнение, когда человек смотрит на телегу, созерцает телегу. Он созерцает сначала телегу как целое, тогда колесо будет частью. Потом буддист созерцает колесо как целое, тогда спица будет частью. И в обратном столе. Чем, собственно, наслаждается буддист. Буддист наслаждается тем, что он управляет своим восприятием. То, что было частью, стало целым. То, что было целым, стало частью. Буддист наслаждается и убеждается во власти разума на чувства. Именно разум определяет видеть не вас как целое, либо видеть вас как часть группы красивых девушек, либо снова видеть вас как целое, с вашими головой, руками и ногами как частями. Либо вы вся целиком, потому что трудно сказать, что ваша рука является частью, напрямую, частью группы красивых девушек. девушек. Не по-русски получается. Ах, ваша кисть часть группы девушек. Только через вас как целое. Точнее говоря, через вас как часть группы двигаются. И отвергаются. Мы убеждаемся и в этом случае, что разум первее чувства. И в этом случае убеждаемся, что разум первее чувства. Вообще категорий много. Моя задача не перечислить все категории, а показать, что мы движемся, стоим перед хаосом, и мы создаем формы пространства, формы времени, числа, затем логические категории, причина, следствие, вещь, свойства, целая, часть. И перед нами рождается мир, который состоит из вещей и сосудов. Из причин и средств. Из целых и частей. И все это зависит от нас самих. как мы вносим формы в мир. Мир становится богатым и разнообразным. И конкретным. А какие еще категории вы знаете? Какими категориями вы думаете? вы думаете, правда? А? Да, сама занимаешься. А? Думайте, думайте, правильно. как думаете, так и думаете. вы можете повторить категории чего конкретно? Чего? Категории чего конкретно? Ну, как категории чего? Вещи, свойства это категории чего? Ничего, это просто категория. Вещи, может быть, вы, тогда свойством будет ну, все что угодно, ваш ум, ваша красота, ваша нравственность, свойственные у вас как предмета, субъекта. Это может быть стол, тогда его свойства будет, цвет, свертость и прочее. Ну, а можно, например, думать о какой-то вещи опасного для нас или не опасного? Тоже это свойства вещи, смотря какие подойти к вещи. Понимаете, вещь, свойства это всеобщая категория, это там число. Я же говорил вам, что больше, меньше, может быть, чего угодно. Два, может быть, чего угодно. Это чистая мысль, да, эйдос. Что такое эйдос? Ну, значение предмета без образа. Значение предмета без образа или просто смысл без всякого образа. Совершенно верно. Так вот, вещь, свойства, часть целая это эйдос. Целое может быть что угодно. И что угодно может иметь часть. Это категория, то есть, честный смысл. Может быть, с категорией еще можно отнести какую-то нашу личностную оценку, чего-либо. Например, то же самое. Что вы имеете в виду, я еще понял? Ну, я имею в виду то, как мы относимся, к какому, например, не то, каким он является по свойствам, по качествам, а как мы о нем думаем. Это категория, зависит от того. То есть, например, мы имеем эти свойства и качества. Например, человек может быть хорошим, он нам не нравится, мы думаем, что он плохой, вот в этом ключе. Это тоже получается свойства, которые премиотеки мы сдаем для себя. Ну да. Но опять же, свойства. Нет, несмотря на все свойства человека, он может взять и не нравится. Мы возвращаемся к теме, которую обсуждали очень сильно важную и интересную тему, которые представляли на самых первых занятиях. Система ценностей, да? Ну, мне кажется, Система ценностей. У нас с вами, и в отличие от язычников, у нас с вами есть система ценностей, и, соответственно, что-то нам нравится больше, что-то меньше. У нас есть индивидуальная система ценностей и коллективная система ценностей. Это и есть. И поэтому все, что мы о предмете знаем, разумеется, нам может нравиться или не нравиться. Это стол отвратителен, потому что он не соответствует с моими эстетическими ценностями. Он безобразие, он нестерпим. Так что, вы абсолютно правы. Любые свойства, одновременно, все, что мы знаем о мире, одновременно на это накладывается наша система ценностей. На это всегда накладывается наша система ценностей. Нельзя знать и не относиться. Я знаю, что вы добрая девушка, но одновременно не могу знать и не относиться к этому. Например, мне очень неприятно, что такая добрая, хорошая девушка. Ну, неприятно. Я люблю злых, капризных, базовочных. Это моя система ценностей лично. Можно тогда вопрос задать? Вот насчет того, что мы как-то определенная система ценностей, мы же тоже знать наверняка не можем. Это же только наше предположение. Если, например, ну, может быть, я ошибаюсь сейчас, но если, например, вспомнить того же Сократа, что я знаю, что я ничего не знаю. То есть человек не может быть ни в чем или нет совершенно. Мы можем так предполагать насчет силы. Мы никогда не знаем на самом деле, хороший человек этот предполагает, красивый или нет, как его зовут даже вплоть до этого. То есть, получается, система ценностей, когда раз она субъективна, то есть она не дает определенных знаний. Да, конечно, это указывало все по-разному. У каждого восприятия различное. Так они реально сказали, что от разного разума мир разный. Ну да, просто имеется в виду, что я к тому, что именно этому можно сказать, что как бы полагать на свою систему ценностей в таких моментах, что я знаю. Ну да, ну, знаете, там люди бывают спорят. Так вот, ты знаешь, что невозможно, по сути. Как бы, допустим, бирюзовый или голубой. И вот они будут спорить до конца своих дней. Так что один считает, что это бирюзовый, а второй считает, что это голубый. Да, получается, что сказать, что я знаю, полагаясь на свою систему ценностей никогда нельзя, на свое восприятие вообще. Вообще, я не о чем нельзя сказать точно. Даже то, вообще все, о чем мы сейчас говорим, это может через некоторое время взять и все спориться. И кто-то считает так, кто-то по-другому. И до истины никто никогда не докопается в любом случае. Вы забыли про хаос все-таки. Вы забыли про хаос. Вы забыли, что все, что мы знаем, вы слепили собственным разумом. Так вот. Человек слепил, а что-то другой может слепить по-другому. Совершенно верно. У меня как раз вопрос был, что, получается, это чисто субъективная точка зрения. То есть мы не можем полагать. Ну, если дикарь считает, что я сегодня другой, потому что я другой, другому свитерю, а я считаю, что я совершенно тоже сразу, только свитеря другому, то, разумеется, он и поражен, потому что в виде мира никогда не доложился. Но это не совсем то, что субъективность, потому что он просто построил свой мир. Ну, и субъективность, он все равно правильно понимает. Не так, чтобы вообще ничего не понятно. Все понятно, но понятно по-разному. Понятно, мне кажется, что человек будет такой. Я бы не сказал, что вообще нет достоверности, потому что достоверность разная. Дикаря действительно достоверна, что он умер и родился в друге. У него это абсолютно достоверно. А нам с вами даже это, ну, понять можно, но пережить нельзя. А вот мы изучаем греческую часть волософии, да? Есть ли там какие-нибудь подходы, которые помогают отбросить личностную оценку явлений и, как вы видите, настоящую? Ну, а то… Может, я ошибаюсь, но это постоянно какое-то… Только разговоры о деле, а есть вот в философии какие-то упражнения или что-то, что помогает на практике приблизиться к… Вы все-таки поклонник восточной философии, да? Потому что в восточной философии есть упражнения, которые помогают продвинуться и приблизиться. Вы абсолютно правы, в западной философии этого практически нет. Только размышления или, как вы называете, разговоры. Это вы точно поймали, это большое различие между западной и восточной философией. Только разговоры. Сократ беседует. Сократнее предлагает упражнения для самосовершенствования, для духовного просветления, что-нибудь такого. Он просто доказывает, размышляет. Он говорит. И ты можешь участвовать в разговоре, но это как бы и все, что есть между нами. Он учитель. В каком смысле он учитель? Ну, разговор, конечно, имеет цель. Разговор имеет цель. Получается, что Сократа любит еще для размышления человека. Каждый человек, уже основываясь на диалоге, например, который ведет, ну вот сейчас уже мечтает Сократа в каких-то моментах, находит свою истину, свое предназначение, свое мировоззрение и прочее. Знаете, что значит урожение Сократа, которое вы привели? Я знаю, что я ничего не знаю. А с тем, чем нельзя быть уверенным, как бы, за всю жизнь? Нет, нет, да. То, что то, что он уже сказано, ничего. То, что он уже сказано мало по сравнению с тем, что еще неизвестно вам. Тоже нет. У Сократа он имеет конкретный совершенно смысл. Сократ ведь учитель. И он, казалось бы, учит. Но Сократ уверяет, что человека нельзя научить, что человек все уже знает. Сократ говорит, у меня мать была помивальной бабкой, и я тоже помивальная бабка. Я не могу благотворить, могу только помочь родить. В этом смысле я только помогаю вывести то, что у тебя в сознании есть, уже заложено и есть. Ты это все знаешь, просто тебе нужно помочь, а помивальная бабка помогает Роженица. В этом смысле у вас знаменитая фраза я ничего не знаю. Я не могу тебе принести новое знание, оно в тебе изначально есть. И поэтому смысл разговора в каком-то смысле это упражнение. То есть человек начинает понимать то, что он... Платон пользуется выражением «забыл». Платон той же точки зрения не придерживается, что и Сократ. Платон говорит, человек не может узнать ничего нового, он может только вспомнить то, что знал известно. Вот эти наши с вами пространственные, временные вещи, число, категории, которые мы рассмотрели, все они в вас есть. Я же вам говорю, и вы со мной соглашаетесь, вы понимаете, что с точки зрения Сократа я просто повивальная бабка. Вы просто об этом не думали, это не осознавали, а это у вас есть, я ничего не сказал нового. И Платон пользуется выражением «вспомнил». Потом такой красивый миф. Человеческая душа в безвременении существует сначала отдельно от тела. Потом... Это знаменитый миф о пещере опять нечем присылать, но не важно. На этой возвышенности свободно существуют наши души. И они знают эти чистые смыслы. Я говорил вам, что любой смысл он чистый. Больше, меньше, число... Все это чистые смыслы, переменение ко всему на свете. Когда я говорю больше-меньше, я не представляю себе больше кинет меньше кинет ничего. Я просто понимаю, что больше, меньше. А так все. Вещь и свойства. Я не представляю себе сразу вот ту яблоко, которая зеленая. Совсем нет, никого образа у меня нет. Я просто понимаю, что есть вещь и свойства. И поэтому сила своей чистоты это применимо к чему угодно. Абсолютно красиво. Так вот, по Платону души сначала существуют в этом чистом виде, они все эти смыслы имеют вне связи с чувством. Как таковы. А потом, что происходит потом? Потом рождается... Как раз мы рождаемся все в теле, эти души попадают в тело и забывают обо всем. То есть очень много забывается и... Почти все забывается. И вот учитель стоит перед учеником, да, сократ потом... Знание это надо только открыть человеку. Дойти до этого самому. Самому или с помощью любви? Да. То есть знание, согласно Платону, это припоминание. Знание это припоминание. Но опять же, это только предположение. Ну, разумеется. Платон один из философов, другие говорили и на... Хорошо. Хорошо. Так себе философия Платона, Сократа, Платона, Аристоселя... Так философия представляла себе знание. Но кроме знания у человека есть еще... Что кроме разума у человека есть еще? Чувства. Чувства. Чувства, а еще... Ну, чувства и разум это знание. А кроме знания... И разум я в жировом смысле беру вместе с чувством. Разум управляет чувствами, получается знание. А кроме разума что в человеке есть еще? Здоровье. Ну, сейчас поднимем толстую. А что за разумом? Кроме разума в человеке есть еще воля. То, что отличает человека от нечеловека, это разум и воля. Здоровье есть, слава Богу, не только у человека. Потому что мы можем пить за здоровье всего живого. А вот если пить за человека, то надо пить за разум и за волю. Вопрос. Получается. То, что отличает человека из природы, это разум и воля. Поэтому, когда идеализм объясняет, как человек знает мир, он должен, чтобы получилась полная картина человека, объяснить, как человек волит, как он хочет. Что значит воля? Объяснив, что такое разум, идеализм не завершен, если он не объяснил, что такое воля человека. Поэтому Сократ, Платон, Аристотель, эта линия, разъяснив, как разум борется с хаосом, какими средствами, какими категориями, какими понятиями, какими эйдосами, эта линия философии Сократ, Платон, Аристотель, должна объяснить, что такое человеческая воля. Человеческая воля, согласно греческому идеализму, имеет две стороны. Это потребность и страсть. Потребность и страсть. Воля имеет как бы два вида, два модуса, две ипостаси – потребность и страсть. Потребность – это то, что… Это, скажем, как сказать-то это? Цель потребности является внешней самой потребности. Внешней для самой потребности. Цель потребности находится вне самой потребности. То есть потребность не является целью для себя. Если я хочу хлеба, то я не хочу хотеть. Вы хотите купить и выпаять. Вы хотите купить и выпаять. Я хочу хлеба. Цель и потребность является не она сама, а то, в чем потребность. В чем есть потребность, в чем нужда. Когда я хочу тепла, и мне холодно, моя цель не является продолжать мучиться от холода. Моя цель совершенно иная, мне нужно тепло. То есть цель является внешней самой потребности. А страсть, целью страсти является сама страсть. Или, как говорят философы, страсть самоценна, самодостаточна. Но если у нас возникает страсть, это не значит всегда, что мы хотим удовольствовать. Я ем, чтобы наесться. А я люблю, чтобы налюбиться. Смешно, правда? Люблю, чтобы любить. Я люблю, чтобы любить. Я гневаюсь, чтобы наконец нагневаться. Я ем, чтобы наконец наесться. Я пью, чтобы наконец напиться. Но я ведь не гневаюсь, чтобы нагневаться. Даже не сказать, что это не так правильно. Я жалею, потому что жалею. Я ненавижу, чтобы ненавидеть. Мы скорее ненавидим, потому что сами придумывали, придумали себя. Ну, просто отрицательно относитесь к ненависти. Я с вами согласен. Но некоторые одно, что положить. А некоторые вообще язычники. Есть бог ненависти. В конце концов, есть бог общения. Многие люди просто сами придумывают себе какие-то чувства, чтобы все сложно не было. Давайте не будем царить людей, а заниматься философией. Ладно? Есть люди. И знаете, какие люди есть? Ну, я вам расскажу, как не будет, но это отдельная история. Какие на свете бывают люди? Эх! Бывают потребности и бывают страсти. Цель потребности вне ее самой. Цель страсти в самой страсти. Кажется, что это деление совпадает с делением на физическое и духовное. Даже примеры, да? Поесть, попить или любить и ненавидеть. Одно физическое, другое духовное. Но это только кажется. Дело встает так, что страсть не может стать потребностью. Почему деление на страсти и потребности не совпадает с делением на физическое и духовное? духовное потому что потребность может стать страсть одно дело есть чтобы на вес есть что бывает тогда у человека всегда это на самом деле испытывают потребно нормально же не редко жратва пир гурманство наши нормальные наши потребности где преломлено страсть мы почти никогда не идем чтобы на лес мы идем чтобы получить удовольствие на получать этот процесс можно контролировать есть например людей поддерживать постов и прочее не контролирую пусть какой-то кроковременный период на нем нет одна страсть утесняет другую религиозное чувство вытесняет чувство голода только на пустом месте не ради борьбы ради борьбы я решил не просто желание похудеть и поздороветь и покрасивее стать вытесняет желание побольше поесть потребности изначально безусловно физические пожалуйста разберитесь с этим это не так просто изначально потребности всегда физические но любая потребность может стать страстью любой потребности можно придать вид страсти хотя ее истоком этой страсти будет все-таки физическая потребность если вы говорите о сексе то можно любить чтобы залюбиться вот ну а можно любить чтобы любить оставаясь в пределах секса в основном люди эгоисты и они любят для того чтобы им было хорошо чувство любви а не чтобы человек которого они любят было хорошо да ой девочки настрадались бы я чувствую я тоже считаю что все уже не сволочи ну да это не только мужчины это женщины так же да это не все есть хорошие люди есть да в основном от скуки это все происходит вот мне с кужой мне хочется страсти мне хочется что-нибудь нового и интересного и вот так вот в общем как раз а истокик говорит страсти в основе потребности лежит в конце концов физическая физическая нужда недостаток а в основе страсти лежит способность способность например в человеке есть способность слушать гармонию и если это способность развивать получится музыкант получается музыкант который каждое утро по два часа играет на скрипке и вот тут когда каждое утро два часа играет на скрипке это конечно же способность и не потребность но если он привык то получается видимость потребности это все равно не потребность любовь к музыке это не потребность это способность и рождается человек с потребностью слушать музыку или играть на скрипке но когда человек привык он 20 лет каждый утром по два часа играет на скрипке то из двух скрипку у него отняли то он испытывает чувство внешне похожее на потребность почему хочется играть на скрипке больше чем есть готов голодать несколько дней либо вернули ему его любимую скрипку но я хочу заметить что это видимость видимость потребности при том что все равно это страсть то есть способность разве это в силу привычки короче говоря в силу привычки страсть может принять вид потребности но только вид я возвращаюсь своему тезису потребность может стать страстью а страсть не может стать потребностью потребность это нужда потребность это нужда вот смотрите я хочу пить я хочу влаги жажду влаги это удовольствие или страдание жажда неудовольствие страдание конечно может даже очень сильное страдание если я очень сильно хочу а когда я сильно хочу я испытываю сильное наслаждение когда наконец добираюсь до влаги да а если я хочу чуть-чуть я только что оторвался но может немножко еще хочу я практически не испытываю практически не испытываю но сократ отсюда делает вывод не существует чувственных наслаждений потому что для сильного наслаждения нужно сильное страдание а при отсутствии страдания нет и наслаждения наслаждения сократ говорит жаждущий пьет означает страдающий наслаждается жаждущий пьет значит страдающий наслаждается чем больше страдания тем больше наслаждение А для еще большего наслаждения нужно совсем безмерное страдание. То есть у него нет хорошего дома, нет своего угла, и когда он это получает, он ценит его намного больше, чем тот, у которого это есть. Это верно почему? Горазно есть не только печью. И видит мир совершенно по-другому. То есть один человек скажет, а для меня это привычно, и найдет больше негативных сторон, а то есть человек будет видеть в этом только позитивные стороны, которые именно страдал. Совершенно неожиданному выводу приходит Сократ. Нет чувства от наслаждения. Потому что наслаждения равны страданию. Сократа называет смешанные, перемешанные переживания. Потому что для большего наслаждения необходимо большее страдание. А с уменьшением страдания уменьшается и наслаждение. Почему можно в чистом виде наслаждение иметь? В мире чувствовать. Это уже неожиданно. Потому что мы живем ради чувствования и удовольствия. А это ошибка. Диоген, между прочим, вообще был противником к философским Сократам. Но в этом вопросе он его поддержал. То есть Диоген Сократа поддержал. Для Диогена вообще существовали только чувственные вещи. И когда Сократ ему сказал, что нет чувственного наслаждения, Диоген остался довольно спокойным. Он сказал, действительно, нет, ну нет, так не нужно. Зато я теперь знаю, благодаря Сократу, мудрому, я знаю секрет настоящей счастливой жизни. Нужно заразиться чесоткой. Вот такой способ. Терпишь, 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 а потом как прочешешься? Восток. В отличие от потребностей, страсти, представляется мы чистое наслаждение просто потому, что они самоцелены. Для них нужда не нужна. Если я люблю, чтобы любить, то это и есть чистое наслаждение. Если я ненавижу, чтобы ненавидеть, то это и есть чистое наслаждение. Если я мщу, чтобы мстить, то это такая сладкая вещь. Мы должны избежать, мы должны избежать морализаторства. Духовное выше, физическое ниже. Страсти возвышены, потребности неизменны. Это все, разумеется, неоправданные вещи. Это морализирование всяких аргументов. Но Сократ предлагает аргумент. Только страсти дают наслаждение. Только страсти дают наслаждение, не смешанное сострадание. Потребности не знали наслаждения, как таковых. Но тоже назовем наслаждение, которое требует равносильного страдания. Сколько нужно терпеть чесотку, чтобы потом наслаждение почесаться? Кто это назовет чистое наслаждение? А страсти, которая сейчас есть, область чистое. Поэтому страсти выше. Не в силу морализаторства. Не в силу наших предпочтений, личных или коллективных. Страсти выше всего того, что они дают наслаждение как таковое. Еще есть вопросы. То есть получается, если основываться, что столько страсти дают наслаждение, а потребность его как такового не дает, то получается, что потребность это конечная вещь, а наслаждение это бесконечно. Нечто бесконечное. Ну, только в силу того, что человек конечен. Ну, да, оно не заканчивается так, как получается, жизнью. Да, да. А по сути дела, оно так может продолжиться. Это важно, потребность конечная, а наслаждение нет. Вы хотите спросить. Как эта страсть не дает страдания, если вас ограничат в ваших страстях? Вы будете без них страдать. Понимаете, я уже отчасти сказал эту тему. Это не сама страсть, а привычка к ней. Привычка прекращает страсть к потребности. И в силу привычки, действительно, если 20 лет я играл на скрипке по утрам, и скрипку у меня дня, то я буду страдать. Но это как бы видимость потребности. Это все равно страсть, которая свободно возникает в тебе, ты сам ее выпестываешь, и ты от нее можешь отказаться. Страсть – это область свободы. Страсть – это область свободы. Ты не родился с потребностью в музыке, но ты возрос в себе эту способность, ты выпестывал. И так же свободно ты можешь отказаться от этого. Здесь скорее надо говорить о том, что страсть – это область условности, потому что мне есть хочется это безусловно. А как бы я крепко, горячо, страшно не любил кого-то, я, куда не больше понимаю, что это способность и непотребность. я могу отказаться. Я не буду этого делать, зачем кто-то рассказывает о любви. Но я могу, потому что страсть – это область свободы, область поливода. И одновременно область условности. Потому что только потребность – безусловно. – А если, например, рассматривать, вот скажем, что если любить кого-то, да, то я могу тут отказаться. Но вот если рассматривать, например, неконкретно, да, к человеку вообще, от способности любить, от способности не увидеть, мы же, в принципе, не можем отказаться, но все же. Мы все равно говорим об одном и том же. Отказаться от любви, от ревности, от ненависти все равно же отказаться от жизни. Это правда. Но можно отказаться и от жизни. Как от способности. Никто этого делать не будет, или не надо этого делать, но надо все-таки понимать, что страсть – это область условного и свободного произведения. Я свободно превращаюсь в музыканта, а голден – я от родителей. Все, на сегодня спасибо.